Гидфан на связи и Полундра! В новую неделю с новыми сливами с 0.6.1. Напомним, что все данные условны и могут по 100 раз поменяться, но вектор развития достоин вашего внимания. Так вот, пока мы пробуем новый патч на супертесте, очень весело. Так, измененным Хабаровску и Киеву по слухам дадут хилку в слот с дымами, так что их владельцам предстоит сделать выбор, покостить из дымов или с дальних расстояний. Ну а остальному комьюнити предстоит выбрать модель поведения, либо сильно подгореть в 0.6.1, либо смириться с тем, что и эсминцы теперь смогут генерировать боеспособность. Вот вы скажите, как оцениваете такие вот перспективы? Эсминец Блэк, тип Флетчер, который уже много раз промелькал в Полундре, получит РЛС. Напоминаем, что с высокой долей вероятности именно он станет наградой в новом сезоне ранговых боев для счастливчиков, которые ухитрялись брать первый ранг во всех сезонах до этого. А начаться он должен уже в скором времени. Также подвезут новые модернизации. Именно новые, ибо они затрагивают не ТТХ кораблей, а расходники. Мы рискнули предположить, что это те самые модернизации, о которых говорил Влегрис в планах на год. Начнем с дымогенератора. Модернизация сократит на 12% время действия дымов, но на 30% увеличит длительность их постановки. Возможно, неплохо зайдет бритом. Улучшение заградительного огня в виде буста длительности действия на 20% порадует ПВО Баржи. Такой же процент буста получит модернизация на гидроакустику. Будет модернизация и для корректировщика. Она позволит им улетать на 30% дольше, если, конечно, его не собьют. Ну а модернизация на форсаж даст прирост целых 50% длительности. Может пригодиться эсминцам, чтобы побыстрее догонять и быстрее отрываться. Ну а модернизация на 20% длительности ремки – это, я думаю, подарок линкароводам. А модернизация, повышающая длительность РЛС на те же 20%, как мне кажется, прекрасно зайдет советским крейсерам. Ну и коль пошли по новинкам, то расскажем немного про Муцу и Алабама СТ, так как их ТТХ давно уже спарсены. Так вот, Муцу пока выглядит почти что как типичный японец. То есть, быстрый, светящийся почти что на всю карту и с плохим ПВО. И казалось бы, пиши пропало, а нет. Не забываем, что это будет единственный пока что линкор с 410-ю миллиметровками на уровне. Кроме того, у него на борт по два одиночных торпедных аппарата. Но это не значит, что вам нужно бежать в торпедную атаку. Ведь это оружие скорее оборонительное, призванное облегчить вам клинч с другими линкорами или отогнать эсминцы на худой конец. А вот Алабама СТ – типичный представитель американской ветки. Напоминаем. В общем, все те же 406-миллиметровые пушки. Мощное ПВО и, скорее всего, отвратительное ПТЗ. В общем, что-то похожее на Норк Каролину. Ну и на этой новости мы и закончим. До связи!